Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Ночью обнаружилось, что у меня четыре события дня пропали. Подсказал тут Артюшкин, зашёл, говорит, там пустое всё. Я стал проверять в архиве оригинал, который был, нету их, они уничтожены. Остались только копии. Копии в уменьшенном виде, сжатом. А вот тут-то вся и задача. Оказалось, здесь вся и беда. Но сейчас мы будем считать события. Номер 1119. События дня. Псалом 24.19. Посмотри на врагов моих. Какой лютой ненавистью они ненавидят меня. За 8 января 2019 года. Как найти? Что? Ну, я архивы все поднял, и вот здесь кое-что сохранилось. Наталья Чернова. Мир вам, Игнатий Тихонович. Посмотрела ваш ролик. Псалом 128.3. На хребте мои морали ораты. Проводили длинные борозы свои. За 1 января 2019 года. И с предыдущим вопросом мне всё стало понятно. Спаси Христос. Наталья была у нас в лагере. Отдыхала здесь. Лагеря не было уже. Игнатий, мир дома вашему, Наталья пишет. Благословение Божие. У меня сильно болеют дети. От раковицы Анны и от рак Захарии кашель сильно удушающий и насморк. Никак не могу вылечить. Уже как второй месяц сын температурит и рвота у него. Не знаю, что с ним. У меня должны быть роды через 4 дня. А у него ревность появилась. Только возле меня. И ночью не спит везде. Ищет меня, плачет. У меня так же было и с девочками. Ребёнок как будто чувствует. Появится ещё один ребёнок и начинается ревность. Моя первая дочь целый год замучила, когда родилась ещё одна и сын тоже. Прошу ваших молитв. Ну, помоги тебе, Господи Наталья. Пишу. Наша мама Мария решила нас при простуде так. Варить картопель нечищенный. Лучше самый маленький. Помытый. По размеру. Пусть будет и полкилограмма там. Воду слить. И сразу же накрыться чем-нибудь тёплым. Я пальто беру. И дышать там ртом и носом минут 10-15. А после можно чаю попить с малиной или кипячёное молоко. Я только что сегодня принял такую ванну. А если более серьёзная была простуда, тогда в бане мать натирала нутряным бараньим жиром и салом. И пить молоко тоже с топлёным бараньим жиром. Ну, неприятно так. Наталья, спаси Христос, отец Игнатий. И нас мама так решила в детстве. А вот если температура, то от любого молока одна рвота у нас. То оно не деревенское, как у вас-то. Ничего толком натурального. Вот, а даже у пермеров, и те колют разные прививки-то коровам. Богатая Россия своими травами и морсами. Мой любимый малиновый чай, ветки, листья малины, сухую черёмуху заливаешь кипятком, постоит и пьёшь. У меня, дети, как стало им три года, овощи готовлю. Всё вкусно. Ничего не едят. Совсем не могу к посту приучить. Будут голодные рвать, но есть не будут. И картошку даже перестали есть. Не знаю, что их готовить. Целый день возле плиты готовлю и ничего не едят. Другие бы давно всё съели. Вот так. Кого не спрошу, тоже дети из русских семей плохо кушают. Их врачам водил, ничего нет у них. Говорят, их организм не требует. Поэтому не едят и мясо тоже перестают есть. Я им говорю, придёт время, и будет голод. И меня, может, не будет в живых. Это от голода. И будете умирать и вспоминать крошки хлеба. Вот, а мать нам говорила, когда уронишь, что не подберёшь. Будет голод, будете крошки искать. Я думал, как их искать? Мы же подметаем всё время. Буквально понимал. Дмитрий. Времена настали такие, когда православные считают православных еретиками, а еретиков православными Киприан Карпагенский. Тягчайшими грехами Киприан считал апостасию отступничества и схизму раскол. Вот Дмитрий пишет. Что интересно, из высшего духовенства сейчас остались такие смелые ревностно-служители, как Киприан. Это при том, что сейчас времена архилиберальные. И всем всё до лампочки. Полнейшая равнодушие. Вот видишь, как. Вот это был Дионисий Александрийский, Иероним Стридонский. И сейчас так же. Сейчас спросят. А юритик? Юритик, не юритик, он даже не знает. Отвечать когда-то придётся за всё. Роман. Все высшие служители из низших служителей, которые вышли из простых людей, то есть из нас с вами. Какие мы с вами такие служители наши? Мы-то чем лучше их? Солидарен. Дмитрий, правила Первого Вселенского Собора и 90-е правила Шестого Вселенского Собора запрещают делать земные поклоны по воскресеньям. А в 91-м правиле Василий Велик, он объясняет почему. Это то, что я точно знаю. Вот интересно, как. Это за восьмое Дмитрий. Что тут 98? Это так просто. 90-го. А, это 9 за 9-й будет. Ну вот это всё, собственно. Всё остальное, что в этот день было, показывал наши ресурсы. Всё это ушло. Но тут мало было. У меня запасной тут есть одно дело. Я могу его взять. Это вот стихотворение написал я. Знамение. О знамениях говорится. А что-то тут это. Вот так. Ну это надо посмотреть, какие тут у меня были. Откровение, 15-1. Увидел я иное знамение. Там все стою у двери и стучу. Где встречается слово «стучу», я запустил и нашёл мне... Оно система показала в моих стихотворениях. Ну я их называю проповедью в стихах. Сколько таких, которые именно вот... Вот всё-то тут уже и нет ничего. Можно последние стихотворения просчитать. Их было больше. Откровение, 15-1. Увидел я иное знамение на небе, великое и чудное. Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. Знамение у Бога и спросил, избранный Богом воин Гедеон. У Еговы хватит и на нас, росы. На бороде и на руках обилие найдём. Знамение просили и цари. Давал не меры и уверенность пророкам. Мы ежедневно и повсюду зрим. Где не по Библии, там никакого проку. Кто чуткий слух и грехами не завалит, и зрение в дыму кодильном не испортит. Таким стихи сущатся даже главы. И эти главы только первым сортом. Пусть даже краем уха услыхал обрывки, хвостик, мятежа и взрыва. Он сразу высветил, откуда этот залп и траектория прочерченная криво. Библейский строк не пропускайте мимо, всмотрите тщательно в подбрюши и стихов. Вчерашние республики, сегодня львято с кимны, звериный рык от вековых тихонь. Знамение за сила неба слон, предгрозовые вспышки там и сям. Апокалипсис дал небоснослов, дух Божий старческой рукой написал. Знамение требует жидовское отродье, трепещет за молву худую об евреях, а антихрист христианам камеры городит, приходит для него отпущенное время. Смоковница бесплодна, Израиль, все так же ждет мессию сатану, и не подумает, Христос распят, не зря ли им без него в гиене утонуть. Знамение человеческого сына, его распятие тысячекратно ярче солнца. Взор просветленный к небесам поднимем, будь не младенцем вере в Иисусе взрослым. 3 февраля 2007 года Явилось на небе великое знамение, жена, обрещенная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Мне казалось, что тут больше есть такое. На этом можно сказать все.